Вы видели такую машину, как Белас? Видели, да? Ну, разумеется, в Москве ее никогда не увидишь. У меня в жизни был целый длинный период, когда я эти самые машины видел. Дело в том, что я родился в городе Стерлитамак, в Башкирии. Что такое Стерлитамак, все вы знаете по пачке соды. Если вы придете домой, там есть пищевая сода, наверняка у каждого из вас хотя бы одна пачка дома найдется. И там на ней написано, Стерлитамак с ней с содами зовут. Замечательно. Делают из горы, гора называется Шахтау. Когда я был маленький, гора была довольно высокая. Сейчас эта гора существенно стала ниже. Почему? А потому что эту огромную гору потихонечку, сверху, естественно, взрывают. С какой-то периодичностью произойдет настоящий взрыв на ней. Ну, естественно, никакие ядерные, а самые обычные взрывчатки. Очень аккуратно, чтобы просто выкру порогать. Грузят огромные пусты, образовавшиеся белазы, прокатурные белазы. И этими машинами прямо с горы везут до, собственно, содового завода. Ну, на самом деле, до некой великолепной дороги. Так вот, напомню, как выглядит белаз. Это что-то такое вот. Кабинка там такая маленькая-маленькая. Колеса там вот-вот-вот-вот-вот такие. Огромный самосфалт. Огромный самосфалт. Понимаете, я хочу разговаривать. Бел – это слово Беларуси. Средица Беларуси тем, что они умеют делать грузовики и очень высокой грузоподобности. Эти грузовики нужны не только стержетомаге. Они нужны вообще при разработках. Когда уголь добывают открытым способом. Ну, в общем, во многих случаях, когда вот что-то такое добывают, тяжелое, по обычным дорогам эти белазы ездят абсолютно не могут. А теперь разрешите, пожалуйста, я вам задам простой, простой, простой вопрос. Кто-нибудь из вас видел обычный, скажем, трехтонный грузовичок? Да, да. Отлично, видели? Берем такой трехтонный грузовичок, который в Москве есть огромное количество, которые очень дешевые. Их делать имеют. А повторяю, белазы очень дорогие. Это редкое производство и так далее. И на завод, который делает эти самые трехтонки, отправляем простой приказ. Ну, понятно, надо заверить подпись, финансовую гарантию, оплату и так далее. Это все понятно. Но, тем не менее, заказ такой. Сделайте нам машину, все размеры которой... Ну, в сколько раз закажем? В 10 раз больше. Давайте закажем в 3 раза. Хорошо? Да. Все размеры в 3 раза больше, чем у обычной трехтонки. Что мы получим? Во-первых... Девять. Да. Нет, секунду, секунду. Сейчас обсудим. Во-первых, выглядеть он будет совершенно не так устрашающе, как этот противный белаз. Белаз выглядит, как какой-то монстр. Огромные колеса. Где-то там, понятно, где кабина. А грузовичок, который по Москве, по трехтонкам, они выглядят так уж симпатично. Правильно? Да. Отлично. Увеличиваем все размеры в 3 раза. Сколько тонн он будет выдерживать? Девять. Девять. Так, девять. Ответ не верен. Три. 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 Три тонн. Трещина будет по 3. Что-что? Сколько тонн? Двадцать семь. Двадцать семь. Ваша версия? Двадцать семь. Двадцать семь. Ваша версия? Ваша? Двадцать семь. Ну, а я считаю, что столько же, сколько же маленького размера. То есть я взял все размеры увеличил в 3 раза, а вместимость все равно не изменилась? Нет. Это как? Вместимость у нас. С погодными сейчас. Можно? Они будут вмещать в 3 раза больше, чем в 3 тонн. Еще раз задаем себе вопрос. Что произойдет с грузовиком, если все размеры увеличить в 3 раза? Совсем все. Что произойдет с его вместимостью? Он развалится. Он развалится? Это мы потом обсудим. Развалится он или нет. Я спрашиваю с вместимостью. В сколько раз? В двадцать. Громче. В двадцать семь. Почему? Если 3 тонны это маленький грузовик и большой он на 3 раза больше, то мы получаем 3. Так вот мы можем в 3 раз и получаем 27. Понятно. Ничего не понятно. Садитесь. Да, хорошо. Понятно. Это? Мотор не выдержит. Мотор не сможет. Очень плохо. Простой вопрос. Если взять квадратик и увеличить все его размеры в 3 раза, что в таком случае произойдет с этим квадратом? Квадратик. Он увеличится в 9 раз. Он увеличится в 9 раз. Давайте обсудим почему. Потому что 3х3 это? Это 9. При увеличении размера в 3 раза у вас реально увеличивается здесь в 3 раза. Но и по этому направлению тоже происходит увеличение в те же самые 3 раза. Значит, когда вы увеличиваете все размеры в 3 раза, то площадь увеличивается в сколько раз? в 9 раз. Теперь простой вопрос. А если вы увеличиваете все размеры кубика? В 20 раз. 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 Идите, объясняйте. Потому что народ ничего не понимает. В 20 раз. Если увеличить в 3 раза все размеры кубика, что в таком случае. Ну, получается, что у нас все размеры кубики в 3 раза больше? Замечательно. Замечательно. Конечно, ее не стоит разбирать, она от этого сломается. Но, тем не менее, все понимают, что по идее там 27 единичных кубиков. Да. Ну, я понимаю, да. Кто-то умеет, да. Разбирается. Отлично. Да. Ну, не надо рисовать, много времени потратить. Смысл простой. 27 кубиков. Договорились? Да. Договорились. Отлично. Так. Он будет не 27 тонн. Он будет 27 единичных. Он был 3 тонн. Он раньше мог выдерживать 3 тонны. А его квазоподъемность 27 раз. 3 умножить на 27. 81. 81. Да. Спасибо. Почему? Проект экономии кучи денег для российского бюджета на самом деле несостоятельный. Почему надо продолжать покупать в Беларуси, а мой грузовик не поедет? Помодор? Да. 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 Я думаю, он не поедет из-за того, что, скорее всего, на мощность не теряет и не хватит перед бензином. Так. Давайте так. кто считает, что у него есть объяснение, почему машина не поедет. Вот я могу на завод написать. Возьмите чертежи. Слушайте. Коля, только ты сейчас молчишь. Кто знает историю людей во вступлении денег. Это произошло в первый день моей учебы на Мехмате. Значит, тогда студентам нам решили устроить такой праздник. И перед нами выступили всякие там жилые преподаватели просто с воспоминаниями о жизни. И один из них с отделения механики. Дело в том, что Мехмат реально состоит из двух отделений. Отделения математики и отделения механики. Вот. Один из них рассказал историю своей молодости. Когда он закончил институт, то получил распределение в конструкторское бюро. Надо предзнать, что тогда конструкторское бюро работает совершенно не так, как сейчас. Потому что сейчас есть компьютеры, сервисы, всевозможные автоматизированные системы черчения, которые очень сильно помогают всякую работу избежать. То есть конструктор может многие вещи делать на компьютере. А тогда компьютеров еще не было. Когда он был молодой. И приходилось любые технические чертежи. Ручную. Серксов тоже не было. Человек, в том числе даже самый-самый квалифицированный, тратил существенную часть своего времени на то, чтобы перерисовывать, копировать чертежи. То, что сейчас нажал кнопку на серкс и получаешь идеальную копию, естественно, что по-настоящему квалифицированных людей старались как-то от этого хотя бы немножко ограждать, перекладывая часть работы на молодых, на тех, кто еще не очень квалифицирован. И естественно, что когда, только что закончивший инверситет, ну, допустим, да, то он получил огромную пачку чертежей со словами «Пожалуйста, скопируйте». Что делать? Он понимал, что действительно огромная часть работы будет в этом состоять. начинал копировать, посмотрел на первый чертеж и прочитал, как он называется. Сразу же возмутился, покраснел и побежал к начальнику жаловаться, что какая тут дедовщина, что вы издеваетесь, я закончил университет, я, конечно, понимаю, что я молодой, что я только что пришел на работу, но нельзя же так издеваться, у меня есть чувство собственного достоинства, ну и все другие слова, которые в таком случае, там, молодой человек должен произносить, да, когда они издеваются в первый день работы. Вот, посмотрел на него руководитель, посмотрел на чертеж и ответил. Молодой человек, да нет, вы поступили в серьезное учреждение. Разумеется, издеваться над вами никто не собирается. Как называется наш институт? Мехман. Мехман. Нет, вовсе не Мехман. Мехман. А поступил он в то, что сейчас называется цаги, в общем, которая занимается самолетами, разработкой самолетов. У нас, продолжает его начальник, есть самолет. Молодой человек, вы знаете, какой размер самолетов? Ну да, сколько там десятков метров. Замечательно. А вы понимаете, что чтобы такую штуку обдуть, какого размера нам нужен вентилятор? Понимаю. А вы понимаете, что у вентилятора должна быть втулка вокруг которой он вращается? Да. Замечательно. А нужно эту втулку ремонтировать? Да. Да. А чтобы туда рабочие мудры залезли, там должна быть дверь? Да. Да. Вот вам и дали перекопировать чертеж, на котором по-человечески написано дверь во втулку вентилятора. Вот и копируете этот чертеж. Дверь во втулку вентилятора. Так вот, возвращаемся к Белазу. Господа, кто готов объяснить, почему Белаз не поедет? Выходите. Белаз? Да. Не Белаз, а Белаз. Я подал на завод простую заявку. На всех чертежах все числа увеличены в три раза. Все болты. Вообще все. Все размеры увеличены в три раза. Так, еще давайте. Кто еще объяснит? Почему мой проект плохой? Кто объяснит, почему машина, сделанная по моему заказу, не поедет? Мы не послали на завод, который производит 30 лет для этих трех тонн, что... Нет, я не такой глупый. Разумеется, по всем предприятиям, по всей цепочке, конечно, если какая-то деталь, то нельзя заказывать маленькую деталь для большой машины. По всей производственной цепочке мы должны... Мы должны послать такую упросту. Дальше. Он не сможет поехать просто по нашим дорогам. А Белазы могут есть по нашим дорогам? Нет. Нет, конечно. Они на специальных дорогах ездят. Это не серьезно. Потому что, конечно, для них специальные дороги... Они ездят на грузовичках. Американцы. Ну, они разумеется, разумеется, и хобом умноженных везут на эти карьеры. Это пока не аргумент. Дальше. Вообще, вот если когда вот мотор мотор в 3 раза, его, в общем, увеличивается сколько-то там раз, а весь размер увеличивается... Секунду. Размеры моторка увеличились в 3 раза. Соответственно, в него будет заканчиваться в 3 раза больше топка. Да. Соответственно, будет... В общем, 27 раз больше топка. Да. В 27 раз больше топка. Да. Соответственно, в 27 раз мотор будет мощнее. Что классно? Что замечательно? в 27 раз. Да. В 27 раз. станет тяжелее. И что? У него все стало мощнее. в 27 раз больше топка. Да. В 27 раз больше топка. Так, еще ваша версия. В 27 раз больше. У него просто может... Он не поедет, потому что него может не выдержать, во-первых, шасси само, во-вторых, На них специальные швы, она у нас стала в три раза толще, она у нас стала в три раза выше, она у нас стала в три раза шире. Чем плохо? Что садитесь, нет у вас аргумента, да? Потому что если все увеличится, тогда человек может занять, но все увеличится. О, молодец. Первый разумный аргумент он назвал. Дело в том, что если бездумно увеличивать все в три раза, то вы в три раза увеличили и рволь тоже. И водитель обнаружил, что если раньше ему было удобно держаться, то вдруг руль стал какой-то трехметровый. Его просто не схватишь. Так, и кресло тоже стало, да? Первый разумный аргумент прозвучал. Возникнет проблема с водителем. Ему будет просто очень неудобно сидеть в кресле, которое стало вдруг в три раза шире. И да, и стали тоже какие-то совершенно замечательные. А я знаю, что сделаем. Мы, как делаем иногда детское кресло в автомобилях, знаете? Также мы туда для водителя сделаем такой... Оно будет детский выглядеть в такой кабине, но тем не менее для водителя сделаем удобное для него место, а от него уже там протянем провода и так далее. Так что мы справимся. В этом месте проект не изменим. Секунду, дальше. Водитель. Все, да? То есть проблема с вашими воспитаниями только с водителями. Все, садитесь. С водителями. То же самое садитесь. Вашу весу. Во-вторых, проблема с педалями газа и тормоза. Это те самые человеческие проблемы. Вы можете нажимать педали, но потребуется человек 200. Во-первых, не 200, а 27, а во-вторых, господа, а во-вторых, я уже сказал, мы сделаем там электрическое управление. Дело в том, что все равно в большинстве таких машин... Да, кстати, даже в лекарных машинах сейчас у вас нет такого, что вы реально там толкаете, как на старых-старых-старых машинах, какой-то рычажок, вот он-то не там что-то делает. Нет. Вы на самом деле даете приказ какой-то электрической системе. А приказ электрической системе может быть отдан. То есть, вы опять думаете, что проблема у водителя? Отлично садитесь. И, во-вторых, просто будет, скорее всего, нереально открыть дверь. Она будет очень-очень тяжелая. Это верно. Водителя придется оттуда доставать... Ну, если один человек с трудом открывает дверь тяжелую, то придется 27 человек, да? Ну, нет, это все проблема водителя. Ну, чтобы лезть в такую огромную машину, вот, на этих трех танках, а есть такие ступеньки, да? Правильно. Это ступеньки? Я все понял. Мы, разумеется, под водителя переделаем. То есть, все остальное оставить от обычной вертонки, в три акции увеличивать. А для водителя сделать специальную лесенку, сделать там мини-кабину, все, садишь. И еще подниму тебя. Да, 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 я понимаю. Пожалуйста. Если у него увеличится масса в 27 раз, то дорога он просто может не выдержать. Да, обычно белазам она тоже. Им нужна особая дорога, конечно. Очень часто у китайцев. Они, наверное, сухого сделают. Это потрясающая вещь культурная революция в Китае. Это с тех пор прошло более 50 лет. Китай, это давно уже великая страна. Между прочим, вы знаете, кто занимает традиционно первое место в Международном Белорусском 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 Белорусском? Команда Китая. Уже больше 35 лет подряд команда Китая на первом месте в Международном Белорусском 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 Белорусском. Но, заметьте, воспоминания об этом дошли, между прочим, почти вся эта трубика, которая сейчас есть в мире, сделала именно в Китае. Огромное количество промышленных товаров. Ну, то есть, уровень Китая по научной технике не сопоставим с оси. И при этом вы все время думаете, что Китай – это тот самый 1950-го года. Вас обманывают. Или вы сами себя обманывали. Все совсем не так. Ладно, садитесь. Вот, можно сказать, что Китай. Вот мой текст. Так, не надо про Китай. Про Китай, я уже все сказал. Да. А я считаю, что этот грузовик будет настолько тяжелый, что под ним будет все променадное и асфальт. А Белаз трогий? Нет. А там по плане было все променадное. Мы хотим, чтобы у нас был грузовик на 81 тонну. Это будет все, что все будет валиться. Ну, нет, а не под Белазами все валится. Для них специально крепкие дороги нужны. Конечно. Я не аргумент. Так. Можно все, чтобы у них земля провалится? Все, все, мы уже вас услышали. Все. Вы сказали, что я взяла. Быстрее. Если там колесо, то будет невозможно менять колесо. Словно у Белаза. Еще раз. Нет. Вообще большому человеку тяжело. Естественно делать ремонтные работы. То есть вы думаете, что проблема только с тем, что там будет неудобно менять колесо, да? Ну, да. А вы думаете, у обычного Белаза сам водитель и его авторитетет? Нет, конечно. Тоже какая-нибудь техника помогает. И серьезно. Следующий. Он станет настолько быстрый, что он будет неудобно менять колесо. Настолько быстрый? А почему он станет быстрым? Силой энергии. Когда он будет разгоняться, он по инерции будет идти и его вообще тормозит. Я не понимаю. Все стало в 27 раз тяжелее. Но и двигатель стал в 27 раз мощнее. Вот мощнее. Все, все, все. Следующий. Во-первых, чтобы там залезть на обычный грузовик, требуется ступенька. Так. Залезть на дно. Мы уже объяснили, мы сделаем его ступеньки. Еще раз. Выкрыть на дне, не один нормальный. Водитель не сможет управлять на такой махин, что не позволит крутить. Крульт, электрические сигналы дает. Компьютер, когда ты управляешь, тебе тяжело? Замечательно. Когда летчик самолету направляет, ты думаешь, что ему это самая аватар. А вот у него есть какие-то электрические кнопочки, которые уже дают сигналы на модуль. Серьезно. Все размеры увеличили в три раза. А углы, соответственно, не увеличились. Да, ждем. А когда у вас поезд, в котором сто вагонов грузовых, вы что, думаете, там мало, чтобы его сдвинуть с места? Вообще в серьезной экономике, ну как, понимаете, когда вы ходите в детский сад, у вас маленькая колясочка. Ходите потом в магазин, у вас побольше коляска. Там на заводах у вас большие объемы. Нормально все? Так, говорите быстрее. А если что-нибудь будем сломать, можно... Так, уже услышал. Еще аргументы. Все, садитесь. Только панели слишком много. В 27 раз больше. Но зато и везет в 27 раз больше. Все нормально. Садимся. Ну и что? Нет, еще аргументы. Дальше. На такой месте. Они ездят по специальным дорогам, разумеется. Разумеется, они широкие. Разумеется, они ездят по специальным дорогам. Дальше. Они очень большие, то есть, по-настоящему, очень много ездят. Ну, они зато и везут много. Несерьезно. Дальше. Дальше. Да. Поэтому, по-настоящему, машину просто не сможешь вероят. Ребята, все увеличится, да? Вот так. А первым, когда вы приезжаете, по дороге тоже больше включается. И в дороге очень большие, потому что пока разворачиваются, мы не делаем. Это все, Кузя. У нас слишком много времени шло. Хоть больше 10 человек выступило. Ребята, просто внимательно. Откройте свою тетрадь. Свою. От того, что вы за это ее в обе, за это не. К сожалению, ни одной. Ну, кроме, пожалуй, места для водителя. Это было понятно. Кроме места для водителя, ни одной действительно серьезной мысли не прозвучало. Придется вам это дело объяснять следующим образом. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь видели слона? Танцора мужчину в балете? Да. Балерину и женщину в балете? Да. Вот давайте-ка и попытаемся рисовать. Значит, как выглядит сон? Голова. Хобот. Туловище. Туловище. Примерно так? Много здесь, по 4 лет я привожу. Только сколь. Только сколь. Только сколь. Такой? Да. Такой. Отлично. Как выглядит мужчина? Извините, что я долго рисую. Но тем не менее. Как выглядит мужчина, танцор, балеток? Я без пропорции, конечно. Примерно так? Да. Отлично. А теперь знание. Кто помнит? Вспомните свои балетные впечатления. Кто помнит, чем отличается женщина в балете от мужчины? С нашей точки зрения, с точки зрения нашей задачи. Женщины легче. Они не просто легче, ребята. Если вы вспомните, как выглядит балерина и как выглядит мужчина-танцор, то вы вспомните, что мужчина – это нога вот такой толщины, а женщина – это нога вот такой толщины. Вспомните, пожалуйста, все балерины почему-то с удивительно небольшими по сравнению с мужчинами ногами. Ну, хорошо, ладно. У нас есть объект посимпатичнее. У нас, господа, есть... Не, 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 не слон. У нас есть муха, муравей, паук. Вспомните, пожалуйста, как выглядит паук. У него ноги практически не видны. Согласны? Да. То есть туловище у него вполне такое серьезное, а ноги у него абсолютные палочки. Их даже практически не видно. Почти у всех насекомых вот эти вот ножки практически не видны. Слушайте, а мы с чем? У слона. Вот такие ноги. У мужчины, которые нацветают болеть, такие. У женщины такие. А у насекомого нам вообще не видно. Разгадка крайне простая. Вот так, посмотрите, пожалуйста, я сейчас стою перед вами. На самом деле, этот разговор кто-то из вас начинал. Помните, там кто-то говорил про металл, который что-то выдержит, да? Вот вы говорили, да. Так вот, я стою перед вами. Вот мой вес должен, внимание, на что принятись? На ноги. Он приходится на ступни, правильно? На ноги. Замечательно. Первый вопрос. Представьте себе, что есть два человека. Есть балерина весом, не знаю, там, 35 килограмм. И есть, как он там, балерон или как он называется? Балерон. Вот, весом 70 килограмм. Вы понимаете, что нагрузка отличается в два раза? Соответственно, площадь сечения. Дело в том, что сделаны-то ведь они из одного и того же материала. Из мышц, из костей. Понимаете? И мужчины, и женщины, танцующие в балете, на самом деле, сделаны более-менее из одного и того же материала. Соответственно, у вас сечение ноги должно по площади отличаться в два раза. Замечательно. Здесь идея. Вот у вас есть слон. Он сделан более-менее из того самого, из чего мы. Он сделан из мяса и из костей. Так вот, его площадь и основание... Кстати, кто не помнит, сколько примерно весит слон? Как здесь? Пять тонн. Пять тонн. Отлично. Я думаю, что бывает поменьше. Я бываю 2-4 килограмма, ладно? Все, которые наступаем, должна тоже отличаться в 100 раз. Значит, толщина ноги должна отличаться в 10 раз. Так, теперь, кто, исходя из того, что я сейчас сказал, понял разгадку про беласса? Потому что у Филаса увеличивается в 3 раза ось и в 3 раза ось. Так, ребята, послушайте внимание. У него мы все размеры увеличили в 3 раза. Замечательно. Значит, что произошло с этим самым нашим Филасом? Как у него изменилась площадь контакта с Землей? Сколько раз? В 3. Нет, не в 3. Площадь? Нет, не в 2. Все, сзади все не путали. Сколько раз увеличилась площадь контакта с Землей? У Белаза, если у него все размеры, если это не Белаз настоящий, а если он получился из обычной трехтонки. Сколько раз? В 9. В 9. Ответ 9 раз. Если все размеры увеличились в 3 раза, то площадь контакта увеличилась в 9 раз. Отлично. А потому что площадь имеет эта длина и ширина. Длина увеличилась в 3 раза, ширина в 3 раз. Трижды 3? В 9. В 9. Отлично. А теперь простой вопрос. Что произойдет с шинами этого моего грузовика? Они лопнут, потому что я забыл, что у меня вес увеличился в 27 раз, а площадь контакта увеличилась в 9. Значит, давление должно быть в 3 раза увеличиться. Ребята, на самом деле это верно вовсе не только для Белаза. Любой из вас, кто ездил на легковых машинах, прекрасно знает такую вещь, как по-разному выглядят маленькие машинки с небольшого веса, с небольшой вместимости и большие. Вспомните, пожалуйста, бывают такие, я слабо знаю марки ваши, поэтому не буду сейчас называть, боюсь позориться. Бывают такие большие-большие, они выглядят в них пропорции совершенно другие. Чем маленьким невозможно, невозможно получить хорошо работающий автомобиль даже на 10% при счетах всех лет. Любая автомобильная фирма, когда делает какой-то свой автомобиль и вдруг решила сделать немножко побольше или немножко поменьше, она не просто умножает все на какой-то коэффициент. Она понимает, что есть вот этот забавный эффект. Объем изменяется в 27 раз, а площадь поверхности сколько? В 9. А длина сколько? В 3. В 3. В 4. В 5. Продолжение следует...